Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Расчет закончен. Никто еще не знает, что их ждет дальше. Да и мы сами не знаем. Ступая на палубу, делаем шаг навстречу большому пути на север. До свидания, Красноярск! До встречи! Через две недели! Мы проходили в школе, что наш край большой, протяженный с севера на юг. Про то, как меняется природа в разных климатических поясах. Про полярный день и белые ночи. Знаем про то, что на севере живут люди с суровым нравом и характером. Потому что по-другому там не выжить. Знаем, что Енисей – это не только путь на северную жизнь для тех, кто поселился на его берегах. Мы все видели картинки и фотографии, читали рассказы и романы. Но забегая вперед, скажем, что вначале никто и предположить не мог, как далеко и глубоко приведет нас наше путешествие. Наша команда из 24 человек не знает пока почти ничего друг про друга. И в первый день путешествия в пути из Красноярска в Енисейск у каждого свои надежды и ожидания. От Красноярска всего 100-150 километров вниз по течению. И уже первое, что меняется – ощущение времени. Спокойная река, проплывающая мимо скалистые берега в районе Железногорска. Колесо времени замедляется. Суетливые городские ритмы заменяются неотвратимыми волнами природного естественного течения жизни, по которому мы соскучились, а иногда и вовсе забыли. Но мозг и организм не обманешь. Поэтому на открытой палубе то и дело появляются участники путешествия, которые сначала усиленно фотографируют, а потом просто стоят и смотрят вдаль. Первая остановка – в месте слияния Енисея и Ангары. Две реки, берущие свое начало в разных краях и непохожие по характеру, цвету, средней температуре воды, соединяются вместе. С давних времен такие места считались местами силы и особо почитались у самых разных народов. Именно в таких местах строили города и крепости. И о таких местах слагали легенды. Плывем уже на другом катере к острову Караульный, в самом устье Ангары. И первое испытание на пути – проливной дождь. Но, как здесь часто бывает, откуда пришел, минут через 15 туда и ушел. А на острове уже ждет солнце, густой хвойный запах от кедров и удивительная легенда о любви – Ангары и Енисея. В ней все – силы природы, людские страсти, борьба с тихий и человечность, волшебство и мудрость. Но, в общем, все как в жизни. Скрывала Ангара свою любовь к богатырю Енисею от отца Байкала. А когда тот узнал, рассердился ужасно. Убежать решили молодые, да отец погоню за ними снарядил. А чтобы путь преградить, бросил самый большой камень. И тот упал прямо на пути влюбленных, который и стал этим островом Караульный. Но любовь все равно победила. Упала тогда девушка на зиму и стала плакать. Потом попросила няньку расплести ее длинные косы. Расплела нянька косы, расчесала им. А вот уже преследователь. Вот, близко, в спину дышит. Тогда ударилась Ангара озимь. А вернулась рекой. Протекла между этими камнями. И только слегка изменив направление, продолжила дальше свой путь навстречу любимому. Сказания предков всегда придавали силам природы человеческий характер. Но на самом деле в глубине этих метафор обратный процесс. Природа формировала людям характер традиций и законы. По одному из них каждый, кто выходил на берег Ангары, должен был как минимум умыть лицо и руки чистой ангарской водой. А лучше искупаться. Не смогли удержаться и мы. И вода здесь рядом с Караульным, хоть и проточная, но очень теплая, 20 градусов. Это для июля нормально. Были и те, кто почувствовал силу этого места. И здесь все желания, просьбы, молитвы, конечно, могут быть только о любви. Еще 150 километров вниз по течению, в Торе-легенде, текут бурные темно-синие холодные воды Енисея и мягкие бирюзовые теплые воды Ангары, не смешиваясь. Не могла быть такой вкусной и без любви настоящая рыбацкая уха. По всем правилам на углях. Эти незамысловатые удовольствия для горожанина экзотика, а еще возможность прикоснуться всеми рецепторами к истории предков. В том числе и ради этого многие сегодня здесь. И когда вечером на уютной рыбной заимке, несмотря на полчища комаров, спускаешься к берегу, душа требует песен. Как 100, 200, 400 лет назад, хоть и других. А чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Немного ужастиков на ночь глядя про медведей. Здесь они есть, иногда выходят к жилью в голодные годы. И тоже всегда так было, но местные давно превратили обряд изгнания хозяина леса в забаву для туристов. Еще! Я сильнее тебя! Я больше тебя! Я умею тебя! Уходи! Я сильнее тебя! Ура! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова